И освободил нас от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих, тогда, пока в надежде, а когда воскреснут, будут нетленными, и грешники пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Мне уже Отец ничего не спасет. У вас вера-то есть в это? Вы эту книгу считали? Нет. Смотрите, рассуждения простые, Златоуст говорит, раз ты не считал, ты не знаешь закон Божий, а не зная, ты нарушаешь его, потому что ты не знаешь, что это делать нельзя, а нарушая, ты погибаешь, в ад идешь, и все из-за того, что не считал. Поленился. Здесь половина мужиков в рулетке голые, процентов 90 мусульмане, самое блудное, глумливое, трусливое, все здесь собралось. Я слушаю тебя. Мы свидетельствуем, что 2020 лет назад, согласно официальной хронике, родился Иисус Христос, Второе Лисо Троица, воплощившись через Деву Марию от Духа Святого. 2020 год. Два дня назад был день воскресения, напоминание о воскресении Христа из мертвых. Он лежал в гробу, в пещере, три дня и воскрес, а на 40-й день вознесся, вознесение, а на 50-й день послал Духа Святого, день Троицы. Мы окружены христианскими свидетельствами везде. Вот у вас паспорт. Какой год рождения? Посмотрите. Ну, а первый год какой? От Рождества Христова. Сегодня идет какой день? Год 2020. От Рождества Христова. Имя какое? Тут Алексей. Алексей греческое имя святой, помощник. В наши имена все оттуда идет. А люди, которые не знают, там балуются язычеством, ну, просто по глупости, проблудили мозги. Может, какие-то вопросы есть о душе, о вечности. Я вам оставлю ключ, если вы пожелаете встретиться. Игнатий Лапкин. Два слова. Это я. И вы в Скайпе меня найдете сразу. И можете побеседовать. Я скину наши огромные ресурсы. Вот у нас здесь... А я приехать? В Ютубе? В Ютубе у нас канал «Восвете Библии». Нет, приехать, если пообщаться. Игнатий Лапкин. Где вас найти? В Скайпе, в Скайпе, в Скайпе. Нет, а здесь не в Скайпе. Ань, больше нигде не найдешь. Везде мелькает все. А там можем беседовать сколько хочешь бесплатно. А жизни где? А вам зачем жизнь-то? Зачем? Мы встретились в рулетке и побеседовать. Так нельзя? Конечно, нельзя. А за чего ради? Ты незнакомый человек. Что ты будешь делать? Мы строим деревню с нуля. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А вы и курите, и пьете. Не хочу ни курить. Ну, вот так. Значит, уже заранее нужно от всего освободиться. И чтобы человек был женатый с детьми. Тогда мы разговариваем. Мы строим деревню православную с нуля. Где? В Алтайском крае. Правило. Человек не должен лгать, пить, курить, материться, воровать. Вы с Алтая? Да, с Алтая. Я в Молдовии. Да вы же в России находитесь? Да, в России. Ну, вот такое дело. Я вам ответил, что если пожелаете узнать больше, то можете в скайпе меня найти. Я не в скайпе хочу найти, а приехать вам. Ну, ладно. Вы посмотрите хотя бы в Ютубе канал нашего «Свете Библии». Там вопросов я отвечаю. Ни один, ни два. 4124 вопроса. Мне надо приехать не в скайпе. В том, что ревностно посты соблюдаешь. Рамазаны. В Бога ты... Я что-то рвен, ты помни. В Бога веришь? Да. Хоть раз считал эту книгу? Все, сразу сгибал. Так вот, здоровую палку заложил в рот, мужик. Слава Иисусу Христу. Ох, какая дудка. Как у Черчилля, Уинстона. Да, тот самый раз. Да. Вы можете убрать, пока разговариваем, чтобы не дымили? Могу. Уберите, не пожалеете. Не пожалеете. Ну, делающий грех, есть раб греха, Христос сказал. Поэтому не можете даже вонючую травку оставить. Оставить на пять минут не можете. Запросто. Ну, запросто, не трогайте пока. Я думаю, что с работы пришло. Так вы... Я просил вас об одном. Положите в сторону эту палку. И пьют все. Заливают блудный огонь. С ума сойти. Бедная рулетка. Старого до малого. Пытается залить гиенский огонь. Блуда. Не получится? Какой город я попал? Какой город? Алтайский край. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Вам какой год идет? Мне всего лишь 52 годика. Но не обманываете? Нет ничего. Ну, 52 года. Это же... А по здоровью и по менталитету мне вообще... Табакокурение отнимает 12 лет жизни. Брось, дорогой. Не бери в руки эту гадость. Не курят. Сигару не курят. Ну, ладно. Глотают. Жуют ее, как унистон. Нет. Просто дымят. Знаете, что сейчас вышел... Вышел ролик небольшой, 12 минут. Называется «Интервью с дьяволом». И журналист его спрашивает. Он вытащил сигару такую в рот. Он говорит «И вы курите?» Он засмеялся сатана и говорит «Вы спрашиваете того, кто это изобрел». Причем тут сатана? Зачем все валить на сатана? Мы пришли сюда возвестить великую радость Божию, что Иисус умер за грехи людей и воскрес. Я так и понял. Но при чем тут сатана и табак? Так вы курите. Он выполняет работу, но он наказывает грешников. Как же вы можете быть недовольны сатаной? Если у вас будет желание получить ответы на вопросы, вы зайдите ко мне по скайпу. Игнатий Лапкин. Нет. Мы люди очень разные. Знаете, в 92-м году я много ездил по Америке. Жил в Лос-Анджелесе. Так что мне эта страна известна. Страна не православная. Все правильно. Ни одной нету православной. Промасоненная до последнего, кроме Джона Кеннеди. Я вам искренне желаю удачи и всего самого хорошего. Слава Христу. Если пожелаете больше узнать, по скайпу Игнатий Лапкин зарядите, на меня выйдите. Это легко запомнили. С Богом. Счастливо. Не имеет значения. Это все от блуда. Брось. Не касайся. На глазах людей. Мы пришли сюда, в этот Содом и Гаморра, чтобы воздействить людям о Суде Божьем, что ждет за эти дела. И о великой радости, что Иисус Христос, Второе лицо Троицы, воплотился от Девы Марии. Взял грехи на себя и умер за грехи людей распятых. И в третий день воскрес. И мы проповедуем не веру, а Христа. Чтобы люди жили для Бога. В великой радости рождения свыше. Если у вас есть вопросы, дым-то этот уберите. Прямо коптите сюда. Сбросьте его. Ну, конечно, непрерывно тут. Сормота такая. Видно, да, все видно, да. Ну, конечно, видно. Человек, курящий самоубийца. 12 лет жизни отнимает. У вас вид-то так пьяный, как будто бы. А да еще и курить, и вообще все-то, кверх ногами. Тут люди собрались не для чего-то, а для блуда. Это место страшное. Написано... А вы тоже тут... Вот, мы пришли сюда. Так, только без ругани. Без ругани. Можете? Слушайте внимательно. Мы пришли сюда по прямому повелению Божию. Чтобы мы пришли к больным, как врачи, принесли Слово Божие. И мы этим занимаемся. Я уже пятый месяц нахожусь здесь. И нашли мы более 600 человек, которые желают слышать. А вы сами откуда? Из кухни он оттуда пришел. Вы откуда? Да вы вопрос задаете, русский человек. Вы хотите знать, где я нахожусь, а не откуда? Откуда это пункт А, пункт Б? Давайте не будем это тоже пудать. Я спрашиваю, вы сейчас где находитесь? Я нахожусь в городе Барнаул. Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Я знаю, Барнаул я знаю. Ну вот так. А я Краснодарский край. Республика Адыгея. Знаю, там немец был, приходил. Не знаю, кто приходил. Я тут живу. Мы свидетельствуем людям о Боге, как жить в Боге. Вот мы православные, с нуля строим православную деревню. На 31 тысячу разрушенных в Российской Федерации мы единственные пока. Это где, где? Алтайский край. В Барнауле не строится. Я говорю, поселок, село, где все верующие храм построили, школу за свой счет. Что за село в Алтайском крае? Что сколько? Что за село у вас, где вы строитесь? Это в Алтайском крае, 150 километров от него. Верующие все. Как называется село? У нас нет ни одного аборта, нет ни одного развода. Что за село? Ну вам какая разница, какое село? Я вам отвечаю, что мы строим его уже не один год. И люди могут поселиться, когда докажут, что не лгут, не лгут. Вы строите день за день. Да вы-то никогда не увидите это. Как вы увидите-то? Ну я скажу вам, вот курите, я сказал не курите, вы все равно курите. Делающий грех, сестра греха. Мы людям хорошие, делайте не в видеорулетке сидеть. Мы возвещаем великую радость людям, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. А для чего вас послали? Что на? Для чего вы говорите, что вас послал там? Для чего вас Господь послал? Для того, как приходит врач, спрашивает, а для чего пришел? Для больных. Здесь разбрат. Мужики половина голые, занимаются анонизмом. Женщины совокупляются, трясут грудями тут своими. Это страшное место, место блуда. И поэтому мы пришли сюда. А почему отместили? Еще почему? Потому что человеческий фактор не учитывается. Мы пришли сюда, чтобы рассказать о великой любви Божией. Вот Христос в одном доме, и пришла женщина блудящая, блудница. И она плакала, и слезы на ноги лились, и волосами отирала. И Господь говорит, иди и впредь не греши. Даже таких Он принимает. Сейчас отключится, отключится. Нет, 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 ни в коем случае. Вы что? Подождите. Мы, понимаете, мы не свои слова говорим. Мы возвещаем волю Божию, которая здесь написана. Какую? Там нет воли Божьей. Зайти в видеорулетку и всем говорить то, что нужно. Мы говорим о том, что нужно покаяться перед Богом. Получить... Нет, нет. Вы перебиваете, не даете сказать. Я не могу ничего сказать. Я говорю... Ну вы что с собой-то знаете? А что я говорю, вы этого никогда не узнаете. Нехорошо. Ну, скажите, я говорю, какой заповеди нет, чтобы в Библии было прописано то, что заходит бородатый мужчина и диктует, как нужно жить? Я говорю, где прописано такое? Написано такое. Евангелие от Марка. Где? 16 глава. Где? Ну, внимательно слушай. Зачем ты... Евангелие от Марка, 16 глава. Она говорит так. И об этом говорит Матфея. 28 глава, 18 стих. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Мы это делаем. А Евангелие от Марка говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. А может, вам лучше в монастыре работать? В монастыре. Вы не знаете, с кем разговариваете, где работать мне. Если я одновременно вел занятия в шести университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях, и в монастырях, и в школах. А вы говорите, куда мне идти. Я 57 лет несу это слово. Прошел за это пять тюрьм и лагерь. А теперь я билетирован, как политзаключенный. Она меня учит, где мне проповедовать. Господь позволил мне издать 38 книг. И провести по миру, и подарить 650 библиотек. Из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. И мы сделали подарок на 35 миллионов рублей. Не имея денег. Вот как Бог чудеса творит. Вы можете ко мне зайти, если пожелаете. Запомните два слова. Игнатий Лапкин, это я. В скайпе на меня выйдете, я скину все ресурсы. Вы меня слышите? Я слышу вас, говорите. У меня есть большой канал в Ютубе. Самый большой. 19 тысяч роликов наших. Я могу теперь сказать, вы договорили? Я вас слышала. Вы договорили? Я могу теперь сказать? Поэтому мы принесли Слово Божие, не свое. Бог повелел, любя свое творение, чтобы люди не погибли. Я могу вас... Вас не слышно что-то. Вы говорите, что надо. Мужчина, вы меня слышите? Я слышу вас. Вы меня слышите сейчас? Да. Вы договорили? Ну, вы говорить хотели, говорите. Это время-то уходит. Да, это называется культурное общение. Я вас выслушала, я не кричу. Вы не придумывайте слова никакие. Не надо придумывать. Меня никто не заставлял. Я не получаю денег. Начальник детского лагеря 48 лет. И ни рубля не получил нигде. Вы не знаете, с кем разговариваете. У меня нет ничего, кроме любви к Богу. Хорошо. А что вы кушаете тогда? У меня пенсия огромная. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Государство наградило меня за 35 лет трудового стажа. Я вас не спрашивала, какая у вас пенсия. На что я питаюсь, это ответ. Попробуйте напитаться из этого. Платить за интернет, за квартиру, ЖКХ. Мужчина, такой момент. Я вот просто сейчас выслушала вас. Это все очень интересно, безусловно. Вы очень хорошо разговариваете, очень импульсивно. Это интересно слушать. Но вот такой момент. Я работаю фельдшером на скорой помощи. И вот сколько я на вызовах была. Что я только не видела. Почему-то ни один пациент мне не сказал, приведите сюда батюшку. А мне всегда говорят, помогите мне, пожалуйста. И обращаются к врачу. Я объясняю. Объясняю. И вот вы сидите там, блядь. Так не ругайся только. Не ругайся. Мы сейчас... Я отключу вас, если ругаться будете. Не ругайтесь. Вы сейчас... Не ругайтесь. ...книги с крестами. Что вы тыкаете? Не ругайтесь. Вы выйдете на улицу и помо...